Сейсмические станции располагаются как в зонах, там, где действительно надо наблюдать за сейсмической активностью, где она проявляется, а также в районах расположения особо ответственных объектов. Кроме этого, существуют еще широкополосные станции. Они располагаются достаточно равномерно по всему земному шару. Их задача изучать глубинное строение земной коры в глобальном масштабе. Как вообще прогнозируются эти землетрясения? С какой вообще точностью? Ну, надо понимать, что прогноз вообще имеет три составляющих. Это сила, это место и это время, когда может произойти землетрясение. Вот что касается места и что касается силы землетрясения, то наука уже зашла достаточно далеко. И, в принципе, практически по каждому месту имеется информация о том, может здесь быть землетрясение, какой силы оно произойдет. И это все отражается на картах сейсмического районирования, которые делаются отдельно либо для гражданского строительства, либо для высотного строительства или для особо ответственных объектов, таких как атомная станция. А вот что касается времени, когда это землетрясение произойдет, тут большая проблема. И надо прямо сказать, что несмотря на то, что есть единичные какие-то удачные прогнозы, в целом проблема в этом отношении не решена. Поэтому люди и не могут предсказать, и ученые не могут пока что предсказать время землетрясения. Хочу сказать, что в Турции очень хорошо развита сейсмическая сеть, очень сильные ученые, и хорошо развита наука. Однако то землетрясение, которое сейчас произошло, понятно. И люди знали, и ученые знали о том, что там может произойти землетрясение. И примерно говорили, какой силы. Но когда, к сожалению, не смогли сказать. С этим связаны вот эти жертвы и трагедии. Дело в том, что существует много предвестников землетрясения. Они проявляются по времени в разные периоды. Это целая наука прогноз землетрясения. Над ней много лет работает. Но слишком мало еще современная наука и человечество прожило по отношению к этим геологическим процессам, чтобы можно было достаточно точно и разработать критерии вот такого прогноза. Ну, наверное, когда-то эта проблема будет решена. Сейсмические наблюдения, или сейсмологические, будем правильно называть, они проводятся с 1965 года. Первые начали наблюдаться на геофизической обсерватории Плещеницы. Ну, а потом было несколько этапов развития сетей наблюдений, связанных как с развитием единой системы сейсмических наблюдений на территории СССР. Потом уже после того, как республика стала независимой, была создана национальная система мониторинга окружающей среды. Потом система мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, строительства атомной станции. Ну, и в процессе этих этапов развивалась наша сеть. Что за этот период было зафиксировано. Землетрясений много. Вообще землетрясений на территории Беларуси происходит достаточно много. Даже, может быть, в отдельные годы и до 100 событий. Но они все очень слабенькие, они не носят ощутимого характера, люди их не ощущают. А ощутимых землетрясений за эти годы произошло 5. Все они в районе Старобинского месторождения калийных солей. Эти землетрясения были магнитудой. Верхний порог магнитуды был 3 и слабее. Ну, и последнее было из зарегистрированных землетрясений, по-моему, в 1986 году. Была работа проведена на западной части Восточноевропейской платформы. В западную часть входят как территория Беларуси, так и западные регионы России, часть Украины, прибалтийские страны. И было выделено 18 таких сейсмогенных зон. На территории Беларуси тоже они отдельно выделялись и уточнялись. Но одной из самых наиболее активных зон является это Припятская нелинейная, так называемая нелинейная надзона, куда входит ряд зон сейсмоактивных. И там в основном происходят землетрясения, которые носят, будем так говорить, индуцированный характер. То есть они наведены горно-промышленной деятельностью Солигорского горно-промышленного района. Но эти землетрясения небольшой энергии. Это характерно практически для всех месторождений, там, где идет активная добыча шахтным образом. Мы следим за этим. Там землетрясения не могут носить какого-то сильного катастрофического характера, однако требуют определенного контроля. Продолжение следует...